Отношение к критике. То есть, если научиться вертеться и подставлять попку правильно, то критика может оказаться очень полезным энергетическим импульсом. Как же правильно понять критику? Как правильно отнестись к критике Карабаса, например, в данном случае? Как использовать его как для дальнейшего совершенствования? Извлечь пользу нужно, первое, заподозрить, что оно там есть. Заподозрить, еще не знание. Предположить. То есть, моя антология, моя картина мира говорит, что не случайно. Все еще из процесса. Если на меня кто-то нападает, в кавычках, да, то это очень важно. Меня обратили внимание, что-то ко мне посол. У меня для вас сообщение. Как извлечь пользу из этого, как это сообщение извлечь? Ответить на заигрывание чем? Заигрывание, играть. Начать играть, вступить в эту игру. И тогда послание расшифруется. Понимаешь? Теоретически, да. Поэтому, в случае с Барабасом и твоим, как бы, в твоем случае. Представься, если в дневнике у Барабаса, в комментариях появится коммент чей-нибудь. Там, не знаю, Миша напишет. А с чего ты это взял, Барабас? Что она закрыта? И Барабас, ну, скорее всего, как положим, напишет. Ну, вот она, семь лет тому назад открытые записи писала, а теперь закрытые записи. Понимаешь, да? Вот. Станет чуть-чуть понятнее, что он именно на это обирает. Сейчас мы домысливаем это. А здесь он сам скажет, например, это, да? И станет понятна часть его послания, на чем оно базируется. И можно диалог с ним завести. У него одиночество уменьшается. Он становится добрее, не такой разглобленный. Понимаешь? Ему уделили внимание. Тут, может быть, и ты подключишься какой-то. Скажет, Барабасик, ну, ты совсем, видимо, прав, потому что открытости того мне добавилось, ты судишь по одному узкому факту. Что у нас появилась в форуме некая функция. Ты просто не знал. Что теперь можно закрывать. А раньше нельзя было закрывать. Первые записи, которые я поставил, я бы открыл, закрыла всех. А сейчас они закрыты от определенной группы людей. Я очень открываюсь перед экспертами, перед моими друзьями, тех людей, кто я уважаю, перед старшими, грубо говоря. А перед тем, кого я еще не знаю, пока закрываюсь. Но в общем сумме моя открытость увеличилась. Спроси у кого хочешь из моих друзей. Они-то знают меня. И не только по дневниковым записям и организациям, и форумам. А по жизни. Начался диалог. Эти тексты, которые ты к нему обращаешь, вызывают у него какую-то реакцию. Потому что он не хочет быть одинок. Поэтому он взахлеб с тобой общается. И тебе становится понятнее. Это барабас-карабас. Почему он так сказал, и так далее. Какое послание он тебе принес на самом деле. Скорее всего окажется, что за этим посланием есть другое. Сакральное, которое в тени у него находится. Метоколлективно и миссознательно. И через него послало тебе. Это просто надпись на конверте. Сейчас эта запись. Наташа. Открыть его, это вступить в общение. Продолжение следует.